Прямая линия губернатора шла почти два часа. За это время ему задали полсотни вопросов по разным каналам. Сахалинцы звонили по телефону, писали в социальных сетях, а также отправляли видеообращения. Одной из самых популярных тем эфира стало повышение стоимости продуктов питания. Скажите, пожалуйста, почему такие цены в магазинах? Сахар, например, 100 рублей, масло растительное 0,5, 178 рублей. Цены на социально значимые продукты в регионе продолжают контролировать, исключая спекулянтов. Однако теперь очередь дошла и до яиц. По словам сахалинцев, перед Пасхой бизнес начал наглеть. Стоимость на них доходит и до 150 рублей за десяток. Губернатор посоветовал жителям приобретать товар в фирменных магазинах птицефабрики «Островная». Тем более, что сами частники закупаются у них же. От 80 до 98 – это цена в зависимости от сорта в магазине, в фирменных магазинах птицефабрики «Островная». Можно идти и получать. Я задал специальный вопрос, когда завозь яиц. Каждый день в районе 16 происходят фирменные магазины. Волновало сахалинцев и состояние дорог на острове. В ходе эфира выяснилось, что участок на Хомском перевале наконец отремонтируют уже в следующем году. А еще уложат асфальт по трассе Южно-Сахалинск-Сенегорск. Также работы будут вестись от Невельска до Тамари и аэропорта Шахтерска. Формула у нас простая. Надо ремонтировать там дороги, где живут люди. В этой ситуации мы в 5-6 раз увеличились объемы ремонта. В этом году, слава богу, уже начнется реализация и асфальтирование участков дорог между Углегорском и рекой Углегорка. И второй вопрос – там до аэропорта Шахтерска, асфальтирование. Благодаря прямой линии удалось решить немало частных вопросов, волнующих островитян. Так, многодетная мама из Южно-Сахалинска попросила выделить компьютер и ее ребенку для обучения. Глава региона дал распоряжение министру образования разобраться в проблеме и выдать технику ученику на время. Кроме того, губернатор рассказал о новых правилах записи к врачу узкого профиля. Через 1-300 теперь пациенты с хроническими заболеваниями могут взять талон на прием, минуя терапевта. Раньше это было обязательно. Остальные жалобы и сообщения, на которые Валерий Лимаренко не успел ответить, не остались без внимания. По ним островитяне получат ответы в ближайшее время. Кристина Ким, телекомпания ОТВ